Клайв Баркер Восстание Клайв Баркер 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 рук, как поднявшие голову змеи. Он стал разглядывать руки других людей, подозревая, что они говорят между собой на одним им понятном языке. Соблазнительные руки молодой секретарши, маниакальные руки убийцы, которого он видел по телевизору. Руки, предающие своих владельцев, опровергающие их гнев изменяющимися жестами, а их любовь сжатыми кулаками. Казалось, знаки мятежа были видны повсюду. Он должен был сказать кому-то об этом, прежде чем потеряет рассудок. И он выбрал Ральфа Фрая из бухгалтерии. Трезвого, рассудительного человека, которому можно довериться. Ральф отнесся к его словам с пониманием. «Знаешь, у меня тоже такое было, когда Ивона оставила меня. Чуть с ума тогда не сошел». «И что ты сделал?» «Обратился к целителю. Есть такой Джудвин, очень советую. Станешь другим человеком». Идея понравилась Чарли. «А почему бы и нет?» — сказал он после некоторого раздумья. «А это дорого?» «Да, оно помогает. Видишь ли, у меня были всякие проблемы с браком, как, думаю, и у тебя. Незачем об этом долго рассказывать. Зато теперь я счастлив, как мальчишка». Он широко и по-дурацки улыбнулся. «Так что не жалей денег. Он все про тебя расскажет». «Но тут же дело не в сексе», — возразил Чарли. «Да брось!» — Фрай понимающе улыбнулся. «Дело всегда в сексе». На другой день Чарли, не сказав ничего, Эллен позвонил доктору Джудвину, и секретарь назначил ему час приема. Ладони его так потели, что он боялся выронить трубку. Но потом все прошло. Ральф Фрай оказался прав. Доктор Джудвин был хорошим специалистом. Он не смеялся над страхами, которые Чарли на него вывалил. Нет, он выслушал все с величайшим вниманием. Это уже обнадеживало. Во время их третьей встречи доктор вызвал из памяти Чарли одно давнее воспоминание. Руки его отца, скрещенной на широкой груди, когда тот лежал в гробу. Грубые, мозолистые руки, заросшие волосами. Их непререкаемый авторитет даже после смерти. И разве не представлял он, как эти руки разлагаются под землей, колотясь о крышку гроба и требуя выпустить их. Это воспоминание долго томило Чарли, но теперь, выпущенное на яркий свет кабинета доктора Джудвина, оно казалось смешным и пустяковым. Оно задрожало под суровым взглядом доктора и растаяло, чересчур зыбкое, чтобы подвергаться серьезному исследованию. Операция экзорцизма оказалась легче, чем ожидал Чарли. Весь детский лепет просто выковырили из его души, как волокна мяса из зубов. Больше это не будет отравлять его организм. Его очаровали убедительные объяснения доктора Джудвина. Руки, как тот сказал, редко представляются символом отцовской власти. Обычно у его пациентов это был пенис. Чарли объяснил, что руки всегда оказались ему важнее половых органов. Ведь это они преобразили мир, не так ли? Чарли не перестал ломать карандаши или барабанить пальцами по ящикам, но он понимал, что взрослые собаки не забывают так легко своих привычек, и дал им время. Так что подготовка восстания продолжалась, но времени оставалось всё меньше. Заговорщики решили действовать. Развязку вызвала Эллен как-то вечером в среду после секса. Стояла тёплая ночь, несмотря на октябрь. Окно было приоткрыто, и ветерок шевелил занавески. Жена и муж лежали рядом, под одной простынёй. Чарли уснул ещё до того, как высох пот у него на шее. Но Эллен не спала, прижавшись к твёрдой, как камень подушки. Она знала, что не заснёт ещё долго. В такие ночи каждая складка постели врезалась ей в тело, и все сомнения, когда-либо испытанные ею, наплывали на неё из темноты. Ей хотелось опорожнить мочевой пузырь, как всегда после секса, но она не могла заставить себя встать и пойти в туалет. Чем больше она лежала, тем больше ей хотелось в туалет, и тем труднее было заснуть. Чертовски глупо, подумала она, а потом даже забыла, почему это показалось ей таким глупым. Рядом Чарли заворочался во сне, вернее, задвигались только его руки. Она взглянула на его лицо, он спал, как ангел, и выглядел моложе своих сорока лет, несмотря на седые пряди. Он нравился ей достаточно, подумала она, чтобы сказать, что она его любит, но недостаточно, чтобы простить ему его прегрешение. Он был ленив и всегда жаловался на жизнь. И были вечера, впрочем, редко, когда он возвращался поздно, и она была уверена, что он пришёл от другой женщины. Пока она думала об этом, его руки зашевелились. Они выползли из-под простыни, размахивая пальцами в воздухе, как два спорящих ребёнка. Она вздрогнула, ещё не веря в то, что видит. Это походило на телепрограмму с выключенным звуком, шоу для десяти пальцев. Пока она смотрела, руки сдёрнули простыню с его живота, обнажив заросшую волосами кожу, на которой выделялся шрам от операции аппендикса. Там они остановились. Сегодня их спор был особенно ожесточённым. Левая, более консервативная, настаивала на переносе сроков. Но правой надоело ждать. «Пришло время», — говорила она, — «померяться с тираном силами и низвергнуть тело раз и навсегда». Эллен подняла голову с подушки, и тут они заметили её. До этого они были слишком увлечены спором. Теперь их заговор был раскрыт. «Чарли?» — прошептала она в ухо спящего тирана. «Перестань, остановись!» Правая подняла указательный и средний пальцы, вынюхивая её. «Чарли!» «Почему он всегда спит так глубоко?» «Пожалуйста, Чарли, вставай!» — повторила она, когда правая коснулась левой, оповещая её о своём открытии. Эллен успела ещё раз позвать мужа, и тут обе руки сомкнулись у неё на горле. Во сне Чарли плыл на невольничьем корабле. События в его снах всегда происходили на фоне экзотических пейзажей. Его руки были скованы в наказание за какую-то провинность. Внезапно всё переменилось, и он увидел, что сжимает руками глотку капитана. Рабы вокруг вопили, приветствуя его. Капитан, немного похожий на доктора Джудвина, высоким испуганным голосом молил его остановиться. Голос был почти женским, почти как Уэллен. «Чарли!» — умолял он. «Не надо!» Но это только разжигало ярость Чарли, и он чувствовал себя героем в глазах рабов, столпившихся вокруг, чтобы полюбоваться предсмертными муками своего господина. Капитан с багровым лицом успел выдавить «Ты убил меня», когда пальцы Чарли в последний раз сдавили его шею. Только тут он осознал, что на шее его жертвы почему-то нет Адамова яблока. Корабль начал расплываться, ликующие голоса невольников таяли, глаза его моргнув открылись, и он обнаружил, что лежит на своей кровати в пижаме, сжимая руками горло Эллен. Ее лицо потемнело, изо рта сбегала тонкая струйка слюны. Глаза ее были еще открыты, и какое-то мгновение казалось, что там теплится жизнь. Потом все кончилось. Ужас и боль охватили Чарли, он попытался отпустить ее, но руки не подчинились. Пальцы, совершенно онемевшие, продолжали сжимать ее горло. Он скатился на пол, но она последовала за его руками как настойчивый партнер в танце. «Пожалуйста!» — прошептал он своим пальцем. «Пожалуйста!» Невинные, как школьники, пальцы отпустили свою добычу и отпрянули в немом изумлении. Эллен сползла на ковер, ударившись тяжело, как мешок. Чарли не мог удержать ее. Он просто упал рядом и дал волю слезам. Оставалось сделать еще одно. Хватит камуфляжа, тайных встреч и бесконечных споров, к лучшему или к худшему, но все свершилось. Нужно лишь немного подождать. Пока он подойдет к кухонному ножу или к топору, это будет скоро. Очень скоро. Чарли долго лежал на полу возле тела жены, рыдая. Потом он стал думать. Что теперь делать? Звонить адвокату? В полицию? Доктору Джудвину? Что-то делать придется, не лежать же вот так вечно. Он попытался встать, без помощи рук, которые упорно отказывались повиноваться, все его тело гудело, как от слабых разрядов тока. Только руки ничего не чувствовали. Он поднял их к лицу, чтобы вытереть слезы, но они лишь вяло мазнули по щеке, как тряпки. На локтях он добрался до стены и поднялся. Все еще полуслепой от слез, он поплелся из спальни вниз. На кухню, сказали себе левая с правой. Он идет на кухню? Какой-то кошмар, думал он, подбородком нажав выключатель и направляясь к бару. Я невиновен. И никто невиновен. Почему же это случилось? Бутылка виски выскользнула у него из рук, когда он попытался взять ее. Осколки брызнули во все стороны, его ноздри обжег резкий запах спирта. Битое стекло, предложила левая. Нет, разрез должен быть чистым, потерпи немного. Чарли оставил разбитую бутылку и подошел к телефону. Нужно позвонить Джутвину. Доктор скажет, что ему делать. Он попытался снять трубку, но руки его и на этот раз не послушались. Теперь его боль смешалась с гневом. Неуклюже он сжал трубку и поднял ее к уху, придерживая головой. Потом локтем набрал номер Джутвина. «Главное — сохранять спокойствие», — сказал он громко. Он слышал, как номер отпечатывается в системе. Нужно сохранить рассудок лишь несколько мгновений, пока не поднимут трубку. Тогда все будет в порядке. Руки начали конвульсивно сжиматься. «Спокойно», — сказал он опять, но руки не слушались. Где-то далеко, о, как далеко, зазвонил телефон в доме доктора Джутвина. «Ответьте, пожалуйста, ответьте. Господь, ответьте же». Руки Чарли так тряслись, что он с трудом удерживал трубку. «Да ответьте же», — взмолился он в молчащее отверстие. «Пожалуйста». Тут правая рванулась вперед и ухватилась за край тикового обеденного стола, едва не прокинув его. «Что ты делаешь?» — пролепетал Чарли, обращаясь то ли к себе, то ли к своей руке. Он с ужасом смотрел на конечность, медленно двигающуюся по краю стола. Цель этого движения была ясна — увести его от телефона, от Джутвина и от надежды на спасение. Он не контролировал больше свои руки. Он их не чувствовал. Это были уже не его руки, хоть они и оставались прикрепленными к его телу. Наконец трубку подняли, и голос Джутвина, слегка сердитый, проговорил. «Алло, доктор, кто это? Это Чарли. Кто? Чарли Джордж, доктор, вы должны меня помнить». Рука тащила его все дальше и дальше от телефона, он уже чувствовал, как трубка выскакивает из-под его уха. «Кто это говорит? Чарльз Джордж! Ради всего святого, доктор, помогите мне! Позвоните завтра мне на работу. Вы не поняли, мои руки, доктор, они меня не слушаются!» Что-то вцепилось в бок Чарли, это была его левая рука, затянущаяся вниз к его промежности. «Ты не смеешь, ты моя!» «С кем там вы говорите?» «С руками, с моими руками! Они хотят убить меня, доктор!» Ведя продвижение руки, он снова истерически завопил. «Нет, не делай этого, стой!» Игнорируя вопли деспота, левая достигла его яиц и сдавила их. Чарли испустил крик и пошатнулся. Тут же правая использовала это и рванула его к себе. Трубка вылетела. Вопросы доктора Джодвина заглушила сплошная пульсирующая боль. Чарли тяжело рухнул на пол, ударившись головой. «Сволочь!» — сказал он руке. «Ты сволочь!» Левая тем временем присоединилась к правой на краю стола, заставив Чарли повиснуть в нелепой позе там, где он столько раз обедал. Чуть позже они, видимо, сменили тактику и позволили ему упасть. Его голова и яйца болели, и он хотел только улечься где-нибудь и дать этой боли и тошноте утихнуть. На уме тежников были другие планы. Он уже почти не сознавал, что они, цепляясь завор с ковра, тащат его тело к кухонной двери. Чарли походил на статую, которую волокут к пьедесталу сотни потных рабочих. Путь был нелегким. Тело двигалось рывками, задевая мебель, ногти глубоко вонзались в ковер, но до кухни оставались уже считанные ярды. Чарли ощутил эти ярды на своем лице. Холодный, как лед, линолеум кухонного пола вернул ему сознание. В слабом свете луны он видел знакомую сцену. Гудящий холодильник, мусорное ведро, мойка. Все это возвышалось над ним. Он чувствовал себя каким-то червяком. Наконец руки добрались до кухонного стола и полезли вверх. Он последовал за ними, как низвергнутый король за своими палачами. Они побелели от усилий, карабкаясь по ножке стола. Чарли не увидел, как левая, первая, достигла ряда ножей, развешанных в строгом порядке на стене, ножи для мяса, для хлеба, для овощей. Все поблескивали вдоль разделочной доски, откуда шел сток в розоватую раковину. Ему показалось, что он слышит полицейские сирены, но, вероятно, это гудело у него в голове. Он повернул голову, боль разлилась от виска до виска, но он забыл о ней, когда понял их намерение. Ножи были хорошо наточены, он знал это. Для Эллина это всегда было пунктиком. Он начал трясти головой, словно пытаясь избавиться от кошмара, но никто не мог ему помочь. Здесь были только он и его руки, совершающие свое последнее безумство. Тут зазвонил звонок. Это не было иллюзий, он звонил еще и еще. «Вот!» — крикнул он своим учителям. «Слышали, ублюдки, кто-то пришел! Я знал, что кто-нибудь придет!» Он попытался встать, выворачивая шею, чтобы видеть, что делают эти твари. Они не теряли времени даром. Левая уже достигла разделочной доски. Звонок звонил и звонил. «Сюда!» — завопил он хрипло. «Я здесь! Ломайте дверь!» Его взгляд в ужасе метался от рук к двери и обратно вычисляя шанс. Правая в спешке дотянулась до самого длинного мясного ножа. Еще и сейчас он не мог поверить, что его рука, его защитник и помощник, гладившая совсем недавно его жену, теперь уже мертвую, собирается изувечить его. Она медленно, невыносимо медленно сдернула нож с крючка. Сзади послышался звон разбитого стекла. Полиция ломала дверь. Они могут еще остановить это, если быстро, очень быстро откроют дверь и доберутся до кухни. «Сюда!» — закричал он. «Сюда!» Ответом на крик был резкий свист, звук ножа, падающего на его запястье. Левая почувствовала, как разрываются каналы, связывающие ее с телом, и ни с чем не сравнимое чувство освобождения пронизало все ее пять пальцев. Кровь Чарли крестила новорожденную горячей струйкой. Из головы тирана не донеслось и звука. Она просто упала назад, и Чарли потерял сознание. Он не слышал, как его кровь с журчанием стремится по стоку в раковину. Не слышал и следующих двух ударов, окончательно отделивших кисть от руки. Тело сползло назад, сбив на пути ящик с овощами. Луковицы рассыпались по полу вокруг лужи, медленно растекавшейся от запястья. Правая выпустила нож, и он звякнул об окровавленную раковину. Обессиленный освободитель соскользнул со стола и упал на грудь повергнутого тирана. Дело сделано. Левая освободилась и была жива. Революция началась. Освобожденная левая заковыляла к краю стола, обнюхивая воздух указательным пальцем. Правая мгновенно ответила ей жестом победы, прежде чем невинно улечься на груди Чарли. Какое-то время в кухне все молчало, лишь неслышно стекали тонкие ручейки крови. Потом поток холодного воздуха, хлынувший из столовой, предупредил левую об опасности. Она задвигалась, ища укрытия, пока топот полицейских ботинок и звуки команд приближались. В столовой вспыхнул свет, осветив распростертое на полу тело. Чарли увидел этот свет в конце длинного черного туннеля. Он приближался. Ближе, ближе. Свет зажегся и в кухне. Когда полиция вошла, левая спряталась за мусорным ведром. Она не знала, кто эти пришельцы, но от них явно исходила угроза. То, как они склонились над тираном, как поднимали его, как успокаивали, показывало это враги. Сверху раздался голос, молодой и напуганный. «Сержант Япер». Один из полицейских, поднимавших Чарли, встал, оставив напарника довершать дело. «Что там, Раферти?» «Сэр, там труп в спальне, женщина». «Быстрее», — проговорил Япер в радио. «Где скорая? У нас тут изувеченный человек». Он повернулся, вытирая пот со щёк. Тут ему показалось, что что-то пробежало по кухонному столу к двери, что-то похожее на большого красного паука. А бан зрения, конечно же, таких тварей не бывает. «Сэр», — полицейский, поднимающий Чарли, тоже заметил движение. «Что это было?» Япер уставился на него. Присоска на двери щёлкнула. Что бы это ни было, оно ускользнуло. Япер посмотрел на дверь. «Это кот», — сказал он первое, что пришло в голову, сам этому не веря. Ночь была прохладной. Но Левая этого не чувствовала. Она по стенке, как крыса, выбралась из дома. Чувство свободы было восхитительно. Не ощущать постоянных команд нервов тирана, не страдать от веса его дурацкого тела, не потакать его капризом, ничего не таскать, не счищать, не делать за него грязную работу. Она словно родилась в новом мире, может быть, более опасным, но с гораздо большими возможностями. Жизнь вне тела сулила множество радостей и подумать только, сколько собратьев ещё находятся в рабстве. Скоро они получат свободу навсегда. Она задержалась на углу и обнюхала улицу. Полицейские ездили туда-сюда, мигали красные и голубые огни, из соседних домов выглядывали встревоженные лица. Здесь восстание не начнётся. Эти люди на чеку. Лучше найти спящих. Рука пробралась через садик перед домом, нервно останавливаясь при каждом громком звуке. Скрытая зеленью, она достигла улицы незамеченной. На мостовой она оглянулась. Тирана Чарли поднимали в машину, в его вены по трубкам переливалось содержимое прикреплённых над носилками бутылочек с кровью и лекарствами. На его груди спокойно лежала правая, убаюканная наркотиками. Левая наблюдала, как тело исчезает из виду, боль от расставания с товарищем была почти невыносимой. Но дело прежде всего. Потом она вернётся и освободит правую, как они договорились. А потом всё будет по-другому. На что будет похож новый мир. В фойе общежития молодёжной волонтёрской организации на Монмут-стрит ночной сторож зевнул и поудобнее вытянулся в кресле. Комфорт для Кристи был немаловажен. Его ягодицы ныли, на какую бы из них он не переносил тяжесть тела. Сегодня они ныли особенно сильно. Полковник Кристи понимал свои обязанности своеобразно. Один обход вокруг здания, только чтобы убедиться, что все двери на запоре, а потом на лежанку. И пусть весь мир провалится к чёрту. Кристи был 62-летним расистом и гордился этим, последним. Он терпеть не мог темнокожих, толпящихся в коридорах общежития, в основном молодых, бездомных и наглых, брошенных на его попечение, словно дети-сироты. Ну и детки, все как один наркоманы, плюют на чистый пол и плохо говорят по-английски. Сегодня он, как всегда, растянется на койке и будет сквозь сон мечтать, как он всем им отомстит. Первое, что оторвало Кристи от этих мыслей — неприятный холод в руке. Он открыл глаза и увидел, или ему показалось, что увидел, другую руку в своей руке. Похоже было, что они здоровались, как старые друзья. Он вскочил, издав сдавленный крик отвращения, и попытался стряхнуть эту штуку со своей руки, как жвачку, прилипшую к пальцам. В мозгу у него заметались вопросы. Мог ли он подобрать это, не заметив? И если да, то где? И что во имя Господа это такое? Хуже всего было то, что эта вещь, несомненно, мертвая, так ухватилась за его руку, словно собиралась никогда с ней не расставаться. Он потянулся к звонку. Это было все, что он мог сделать в этой дурацкой ситуации. Но прежде чем он успел нажать на кнопку, другая его рука сама собой метнулась к ящику стола и открыла его. Внутри, в строгом порядке, лежали его ключи, его блокнот, его рабочий график и у самой стенки непальский нож Кукри, подаренный ему во время войны одним Гургхам. Он всегда держал его здесь, на всякий случай. Кукри был превосходным оружием. Гургх рассказывал, что им можно отрубить голову так аккуратно, что враг даже не заметит этого, пока не кивнет. Рука ухватила Кукри за инкрустированную рукоять и быстро, так быстро, что полковник не успел угадать ее намерение, опустила нож на его запястье, отрубив кисть одним точным ударом. Полковник побелел, когда кровь фонтаном хлынула из руки. Он отшатнулся назад, ударившись о стену своей маленькой комнатки, и сбил со стены портрет королевы. Зазвенело стекло. Все последующее было дурным сном. Он беспомощно смотрел, как две руки, его собственная и чужая, которая устроила все это, подняли Кукри, как гигантскую секиру, как его вторая рука поднялась навстречу своему освобождению, как нож поднялся и опустился, как хрустнула кость и ударил новый фонтан крови. Когда к нему пришла смерть, он еще успел увидеть, как три перебирающих пальцами окровавленных твари спрыгнули на пол прямо в кровавую лужу, и все исчезло. Холод вошел к нему в сердце, хотя на лбу выступил пот. Спокойной ночи, полковник Кристи. Делать революцию легко, подумала левая, когда троица поднималась по ступенькам общежития. С каждым часом они становились сильнее. На первом этаже комнаты и в каждой паре пленников. Их владельцы лежали, ничего не ведая, с руками на груди или на подушке или свесив их на пол. В тишине освободители проскальзывали в приоткрытые двери, карабкались на кровати, касались пальцами ждущих ладоней и звали их на бой во имя новой жизни. Босуэлу было чертовски плохо. Он нагнулся над раковиной в туалете и попытался сблевать, но в нем уже ничего не осталось, только боль в желудке. Живот зверски ныл, голова раскалывалась. Когда же он извлечет урок? Он же всегда знал, что он и вино плохие товарищи. В следующий раз пообещал он себе ни капли. Желудок опять скрутило, тошнота подступила к горлу. Он поспешно склонился над раковиной. Ничего. Он подождал, пока тошнота пройдет, и выпрямился, глядя на свое лицо в грязном зеркале. «Ну и видок у тебя, парень». В это время из коридора донесся какой-то шум. За свои двадцать лет и два месяца Босуэлл никогда еще не слышал ничего подобного. Он осторожно открыл дверь. Что бы там ни происходило, это не было похоже на веселый пикник. Но там его товарищи. Если это драка или пожар, то он обязан прийти им на помощь. Он выглянул в коридор. То, что он там увидел, оглушило его как молотом. Коридор был плохо освещен, несколько лампочек вырывали из темноты, лишь отдельные промежутки между комнатами. Босуэлл возблагодарил Бога за эту милость. Ему вовсе не хотелось видеть происходящее в деталях. Хватило и одного впечатления. В коридоре царил бедлам. Полуодетые люди в панике метались во все стороны, в то же время стараясь искалечить себя любыми попавшимися под руку острыми предметами. Большинство этих людей он знал, если не по имени, то в лицо. Это были здоровые люди, по крайней мере, до сего дня. Теперь их охватила лихорадка самоуничтожения. Повсюду Босуэлл видел один и тот же кошмар. Ножи кромсали, руки. Кровь брызгала в воздух, как дождь. Кто-то уж неисус ли зажал свою руку между дверью и косяком и бил по ней снова и снова, не давая никому остановить его. Один из белых парней подобрал нож полковника и орудовал им. Его рука отлетела, пока Босуэлл смотрел, поднялась на свои пять пальцев и заковыляла по полу. Она была живая? Некоторые не поддались общему безумию, но другие настигали бедняк и вонзали в них оружие. Один по имени Саверина содрогался под ударами какого-то парня с внешностью панка, который в ужасе смотрел на то, что делают его руки. Кто-то появился в двери одной из комнат и побежал к туалету. Чужая отрезанная рука вцепилась ему в горло. Это был Макнамара, парень такой худой и так часто подкуренный, что его звали улыбка на палке. Босуэлл отшатнулся, когда Макнамара ворвался в дверь, прохрепел что-то похожее на мольбу о помощи и рухнул на пол. Он попытался оторвать от своей шеи пятипалого убийцу, но прежде чем Босуэлл успел помочь ему, его движения замедлились и, наконец, стихли. Босуэлл отошел от тела и снова выглянул в коридор. Теперь мертвые и умирающие завалили узкий проход, и руки, принадлежавшие им прежде, карабкались через тела в кровожадном иступлении, отрезая оставшиеся кисти или просто выплясывая в экстазе на лицах своих хозяев. Когда он оглянулся на лежащего Макнамара, рука, вооружившись перочинным ножиком, уже перепиливала его запястье. За ней тянулся кровавый след. Босуэлл вдруг понял, что пора убираться, пока не подоспели другие. В это время убийца Саверина, Панк, подполз к туалету, вернее, его подтащили взбунтовавшиеся руки. «Помоги!» — прохрепел он. Босуэлл, саданув дверью прямо по лицу Панка, захлопнул ее. Разочарованные руки дергали дверь, в то время как губы Панка, прижатые к замочной скважине, повторяли «Помоги! Я не хотел этого делать с тем парнем! Помоги!» Босуэлл постарался не обращать внимания на эти мольбы и стал думать, как же ему спастись. Что-то коснулось его ног, и он знал, что это еще прежде, чем увидел. Одна из рук, левая полковника Кристи, он узнал ее по татуировке, уже взбиралась по его ноге. Босуэлл заметался, как ребенок, ужаленный пчелом, слишком испуганный, чтобы ее стряхнуть. Краем глаза он увидел, что рука, кромсающая перочинным ножиком запястье Макнамара, закончила свой труд и теперь тоже двигалась к нему. Ее ногти цокали по линолеуму, как клешни краба. Она и двигалась, как краб, не освоила еще прямого движения. Собственные руки Босуэлла еще слушались его, как и руки его друзей, бывших друзей там в коридоре. Им было хорошо и на своем месте, поистине ему повезло. Он наступил на руку на полу, хрустнули пальцы, и тварь забилась, как раздавленная змея. Теперь он знал, что они уязвимы. Не убирая ноги, он наклонился и подобрал упавший нож, вонзил его в тыльную часть ладони руки Кристи, которая уже крабкалась по его животу. Пальцы руки сжали его тело, рискуя быть распотрошенным, Босуэлл воткнул нож глубже. Рука еще пыталась двигаться, но потом обмякла, и Босуэлл оторвал ее от своего живота. Она вертелась на ноже и не думала умирать. Тогда он пригвоздил ее к стене, где от нее не могло быть вреда, и перенес внимание на врага под его ногой. Он надавил сильнее и услышал, как хрустнул еще один палец, потом еще. Раздавив все, что мог, он изо всех сил пнул руку о стену. Она шмякнулась о зеркало, оставив след, похожий на раздавленный помидор, и упала на пол. Он не стал проверять, выжила ли она. В дверь уже царапались новые пальцы, они хотели войти, и скоро они это сделают. Он перешагнул через Макнамара и подошел к окну. Оно было небольшим, но он тоже. Он кое-как протиснулся наружу и замешкался. Все же это второй этаж, но упасть даже неудачно было лучше, чем оставаться здесь. Они уже вышибали дверь. Едва дверь треснула, Босуэлл прыгнул вниз, ударившись о бетон. Он быстро проверил конечности. Слава богу, все цело. Господь любит простодушных, подумал он. Наверху в окне появилось лицо панка. «Помоги!» — крикнул он. «Я не знаю, что я творю!» Но тут пара рук нашла его горло, и мольбы смолкли. Босуэлл пошел прочь от общежития, думая, кому и что должен рассказать. На нем были только спортивные трусы и носки. Никогда еще холод не был таким приятным. Ноги ныли, но этого следовало ожидать. Чарли проснулся с дурацким ощущением. Ему снилось, что он убил Эллен, а потом отрезал сам себе руку. Как же его подсознание набито всякой ерундой. Он попытался протереть глаза, чтобы отогнать сон, но руки не было. Он сел в постели и закричал. «Япор» оставил наблюдать за ним молодого Рафферти, строго приказав известить его, когда Чарли Джордж придет в себя. Рафферти задремал и проснулся от крика. Чарли прекратил кричать при виде испуганного лица. «Вы проснулись? Я позову кого-нибудь». Чарли пустыми глазами смотрел на полицейского. «Не двигайтесь», — предупредил Рафферти. «Я позову сиделку». Чарли откинулся забинтованной головой на подушку и поглядел на свою правую руку. Что бы ни случилось с ней у него дома, теперь все прошло. Рука была его. Может быть, она была его все время? Джудвин говорил ему о синдроме бунтующего тела. Убийца заявляет, что его конечности не повинуются, что дело не в его больном мозге, а в непослушании рук. Что ж, он понимает это. Он психически болен. И в этом все дело. Пусть делают с ним, что хотят, своими таблетками, лезвиями, электродами. Он предпочтет это еще одной такой кошмарной ночи, как предыдущая. Появилась сиделка, уставившаяся на него так, словно удивляясь, что он выжил. Он лишь мельком увидел ее встревоженное лицо и почувствовал на лбу приятную прохладную руку. «Его можно допросить?» — спросил Рафферти. «Нужно проконсультироваться с доктором Мэнсоном и доктором Джудвином», — отозвалось встревоженное лицо и попыталась ободряюще улыбнуться Чарли. Она знала, конечно, что он не в себе. Может быть, она боялась его. Кто ее за это осудит? Она пошла консультироваться, оставив Чарли на все еще нервничающего Рафферти. «Эллен», — спросил Чарли. «Ваша жена?» «Да, я хочу знать, она...» Рафферти опустил глаза. «Да, она умерла». Чарли кивнул, он знал, но нужно было убедиться. «А что со мной?» «Вы под наблюдением?» «Что это означает?» «Это значит, что я наблюдаю за вами», — сказал Рафферти. Он явно старался быть полезным, но толку от него было мало. Чарли попробовал снова. «Я имею в виду, что будет после. Меня будут судить. А за что вас судить?» «Как?» — переспросил Чарли, неуверенный, что верно расслышал. «Вы ведь жертва, не так ли? Вы не делали этого? Кто-то отрезал вашу руку». «Это сделал я сам». Рафферти долго не мог выговорить ни слова. «Простите, я это сделал. Я убил свою жену, потом отрезал себе руку». Для бедного парня это было уже слишком. Он с полминуты думал, прежде чем сказать. «Но почему?» Чарли пожал плечами. «Это какая-то ошибка?» — сказал Рафферти. «Если вы сделали это, то куда же делась рука?» Лиллиан остановила машину. Впереди что-то переходило дорогу, но она не могла разглядеть, что именно. Она была строгой вегетарианкой, за исключением масонских трапез, с Теодором и защитницей животных. И подумала, что какое-нибудь раненое животное лежит на дороге. Быть может, лиса? Она читала, что они иногда заходят в пригороды. Но что-то в этом не нравилось ей, возможно, из-за тусклого освещения. Она не была уверена, стоит ли ей выходить из машины. Теодор велел ей ехать быстро. Но ведь его нет, не так ли? Она раздраженно забарабанила по рулю. Что же делать с этой несчастной лисой? Или не лисой? Инстинкт велел ей сыграть самаритянку, даже если она чувствовала себя фарисейкой. Она осторожно вышла из машины и, конечно же, ничего не увидела. Она прошла вперёд, чтобы посмотреть получше. Ладони вспотели, дрожь возбуждения пробегала по телу, как ток. Потом она услышала звук. Шорох сотен маленьких ног. Она слышала истории, абсурдные, как ей казалось, о стаях крыс, проходящих через город ночью и обгладывающих до костей всё живое, что им попадётся на пути. Представляя это, она почувствовала себя ещё большей фарисейкой и отступила к машине. Когда её тень, закрывающая фары, отошла, она увидела стаю. Это были не крысы. Рука, мертвенно-жёлтая в бледном свете, указывала пальцем прямо на неё. Следом показались и другие. Их были десятки. Они ползли, как крабы, наползая друг на друга, стуча костяшками. Освещение делало эту сцену, похожей на зловещий мультфильм. Но, верила она в реальность происходящего или нет, они двигались к ней. Она сделала ещё шаг назад. Она уперлась в машину, повернулась и нащупала дверцу. Слава богу, та оказалась открыта. Её руки тряслись, но она ещё владела ими. Тут она вскрикнула, здоровенный чёрный кулак с запёкшейся раной на запястье вцепился в руку. Внезапно и бешено её руки начали аплодировать. Она утратила контроль над ними. «Прекратите!» Крикнула она им. «Хватит!» Они вдруг действительно остановились и повернулись к ней. Она знала, что они смотрят на неё без глаз и знала, что будет дальше. Руки потянулись к лицу, и её ногти, её краса и гордость вонзились в глаза. Ослеплённая, она упала навзничь, но руки подхватили её, она поплыла в море пальцев. Когда они стаскивали её обезображенное тело в кювет, она лишилась парика, который так дорого обошёлся Теодору в Вене. Чуть позже она лишилась и рук. Доктор Джудвин спустился по лестнице дома Джорджа, спрашивая себя, неужели про отец его священной профессии Фрейд всё-таки ошибался. Парадоксальные факты человеческого поведения не укладывались в классическую схему или просто не имели адекватного обозначения. Он остановился у подножья лестницы, не очень желая ещё раз заглядывать на кухню, но чувствуя себя обязанным в последний раз осмотреть место преступления. Пустой дом наводил дрожь, и пребывание в нём даже под охраной полиции мешало ему собраться с мыслями. Он чувствовал вину за то, что не спас Чарли. Конечно, он достаточно глубоко проник в его душу, чтобы понять подлинные мотивы этих ужасных действий. Но всё же убить собственную жену, которую он, по-видимому, искренне любил, потом отрезать собственную руку? Джудвин на мгновение взглянул на свои руки, на переплетение сухожилий и красно-голубых вен на запястьях. Полиция ещё искала убийцу, но он не сомневался, что Чарли сделал это сам. Джудвина поражало только то, что его пациент оказался способен на подобные действия. Он вошёл в столовую. Полиция уже поработала здесь. Повсюду был рассыпан порошок для снятия отпечатков пальцев. Общеизвестно, что каждая рука уникальна. Её узор столь же неповторим, как выражение лица. Он зевнул. Звонок Чарли поднял его среди ночи, и с тех пор он не спал. Он наблюдал, как выносят Чарли, как полицейские занимаются своим делом. Потом он выпил кофе, подумал было оставить свою работу, пока история не проникла в газеты. Выпил ещё кофе, решил этого не делать. И теперь, разочаровавшийся во Фредди и прочих гуру, чувствовал себя виноватым перед жена-убийцей Чарли Джорджем. Даже если он и лишится должности, он извлечёт из всей этой истории кое-что полезное. Хватит слушаться советов старого венского шарлатана. Он опустился на стол в столовой и вслушался в шорохе, наполняющий дом. Как будто стены, шокированные увиденным, шёпотом обмениваются впечатлениями. Похоже, он задремал. Проснувшись, он обнаружил в комнате толстого чёрно-белого кота. Чарли упоминал про этого любимца семьи. Как же его звали? Да, злюк, из-за чёрных пятнышек над глазами, придававших ему морде чрезвычайно недовольное выражение. Кот смотрел на лужу крови на полу, пытаясь пробраться к своей тарелке, не вляпавшись в это оставленное хозяином безобразие. Джудвин наблюдал, как кот всё же прошёл к тарелке и увидел, что она пуста. Ему не пришло в голову покормить злюку. Доктор ненавидел животных. «Ну, ладно», — подумал он, — «незачем здесь оставаться». Он всё прикинул и всё прочувствовал. Ещё один быстрый осмотр наверху, на случай, если он что-нибудь не заметил, и домой. Он уже дошёл до середины лестницы, когда услышал крик кота. Нет, скорее, вопль. При этом звуке холод сковал его позвоночник. Он повернулся и бросился в столовую. Голова кота валялась на ковре, оторванная двумя, двумя, видишь, этот Джудвин, руками. Ещё дюжина таких же сновала по полу кухни, одни, забравшись на стол, обнюхивали воздух, другие срывали с полки ножи. «О, Чарли!» — проговорил он тихо, обращаясь к отсутствующему маньяку. «Что же ты наделал?» Глаза его заволоклись слезами. Не из-за Чарли, но из-за поколений, которые прожили жизнь в блаженном неведении, слепо верив в Фрейда и в священное писание разума. Колени его начали дрожать, и он прислонился к стене, не видя мятежников, собирающихся у его ног. Почувствовав касание чего-то чужого, он поглядел вниз. Это были его собственные руки, касающиеся друг друга на маникюренными ногтями. Медленно, с ужасающей целеустремленностью, они обратились к нему. Потом поползли вверх по его груди, цепляясь за пуговицы его итальянской куртки. Подъем закончился на его горле. Левая рука Чарли была напугана. Ей требовалась поддержка, одобрение. Короче говоря, ей требовалась правая. Ведь эта правая была мессией новой эры, предсказавшей жизнь вне тела. Теперь нужно было ознакомить с этим учением армию освобожденных, иначе она превратится просто в банду разбойников. Если это случится, разгром неизбежен. Таков опыт всех восстаний. Поэтому Левая повела их назад к дому, разыскивая Чарли в последнем месте, где она его видела. Конечно, глупо было надеяться, что он все еще там, но это был акт отчаяния. Но обстоятельства благоприятствовали им. Хотя Чарли в доме не было, но был доктор Джудвин, а его руки знали и где Чарли находится, и дорогу туда. Босуэлл не осознавал, куда он бежит и зачем. Он полностью потерял ориентацию. Но какая-то часть его, кажется, это знала, потому что ближе к мосту он пошел быстрее, потом побежал, не обращая внимания на горевшие легкие. Он понял, что бежит, куда несут его ноги. Внезапно из-за поворота показался поезд. Он не гудел, не предупреждал. Может, машинист и заметил его, но что он мог сделать? Кто был виноват в том, что ноги неожиданно вынесли его на полотно? Последней мыслью Босуэлла было то, что поезд просто следовал из пункта А в пункт Б и по пути отрезал ему ноги выше колен. Потом поезд налетел на него с оглушительным свистом, так похожим на крик, и все погрузилось в темноту. Черного парня доставили в больницу сразу после шести. День начался рано, и пациентов оторвали от их невеселых снов. Разнесли чашки серого чая, измерили температуру, раздали лекарства. Случай с парнем не отразился на распорядке. Чарли опять снился сон. На этот раз это были не истоки Нила, не императорский Рим, не финикийский невольничий корабль. Этот сон был черно-белым. Ему снилось, что он лежит в гробу. Рядом стояли Эллен, подсознание еще не примирилось с фактом ее смерти, его отец и мать. Кто-то подошел, уж не Джудвин ли, голос казался знакомым, и велел закрывать крышку. И он попытался сказать, что это ошибка, что он жив, но они не слышали его. В панике он кричал снова и снова, но никто не реагировал, и ему оставалось только лежать и смотреть, как его хоронят заживо. Потом он слушал заупокойную службу над головой, слышал скрип венков, а тьма могилы все росла и росла. Он погружался в землю, все еще пытаясь протестовать. Но воздух внизу был спертым, и он стал задыхаться. В рот вместо воздуха набилось что-то, может быть, цветы, и он не мог даже повернуть голову, чтобы их выплюнуть. Теперь он слышал стук земли о крышку гроба, и, Господи Боже, слышал, как вокруг него роятся черви, предвкушая добычу. Сердце его тяжело билось, лицо он знал побагровело от удушья. Потом вдруг кто-то оказался с ним в гробу, кто-то, разрывающий его путы. «Мистер Джордж!» — обратился к нему этот ангел милосердия. Это была сиделка из больницы. Это она была с ним в гробу. Она, образец спокойствия и терпения, была сейчас в панике. «Мистер Джордж, вы душите себя!» Другие руки пришли на помощь и победили. Трое сиделок общими усилиями оторвали его руку от горла, Чарли начал жадно глотать воздух. «С вами всё в порядке, мистер Джордж?» Он открыл рот, но голоса не было. Он вдруг ощутил, что его рука всё ещё сопротивляется. «Где Джудвин?» — прохрепел он. «Позовите его!» «Доктора пока нет, он навестит вас позже». «Я хочу его видеть сейчас!» «Не волнуйтесь, мистер Джордж!» — успокоила его сиделка. «Сейчас мы дадим вам лекарства, и вы уснёте!» «Нет!» «Да, мистер Джордж, не волнуйтесь, вы в надёжных руках!» «Я не хочу больше спать! Они берут верх, как только я засыпаю, разве вы не видите?» «Здесь вы в безопасности!» Но он знал, что он везде в опасности. Во всяком случае, пока у него осталась рука. Она вышла из-под контроля. Если когда-нибудь и был этот контроль, может, она только для вида подчинялась ему все эти годы, усыпляя его бдительность. Вот что он хотел сказать, но кто ему поверит? Вместо этого он сказал. «Я не буду спать!» Но сиделка спешила. В больницу прибывали всё новые пациенты, ей уже рассказали об ужасных событиях в общежитии, и ими тоже нужно было заниматься. Это только успокоительное. И в руках у неё оказался шприц. «Послушайте!» — сказал он, пытаясь пробудить в ней разум. Но она не была расположена спорить. «Ну, не будьте ребёнком!» — скомандовала она, когда на глазах у него выступили слёзы. «Вы просто не понимаете!» «Вы можете рассказать всё доктору Джудвину, когда он придёт?» «Нет!» — он рванулся. Сестра не ожидала такой ярости. Пациент вырвался из постели с иглой, торчащей из руки. «Мистер Джордж!» — сказала она строго. «Будьте любезны вернуться в постель!» «Не подходите ко мне!» — предупредил Чарли. Она попыталась устыдить его. «Все пациенты ведут себя прилично, а вы что делаете?» Чарли покачал головой, игла, выскочив из вены, упала на пол. «Я не буду вам повторять!» «Не надо!» — ответил Чарли. Он осмотрелся, ища выход между койками, нашёл его и выбежал прежде, чем сестра успела позвать подмогу. Он скоро понял, что здесь легко укрыться. Больница была построена в конце прошлого века, потом к ней пристроили крыло в 1910-м, ещё крыло после Первой мировой войны, потом ещё крыло памяти Чейни в 1973-м. Настоящий лабиринт. Им придётся его поискать. Однако чувствовал он себя плохо, обрубок левой руки начал болеть, и ему казалось, что он кровоточит под бинтами. Вдобавок сестра всё же успела ввести ему часть успокоительного. Он был крайне вял, и это, несомненно, отражалось у него на лице. Но он не мог вернуться в постель, в сон, пока не сядет где-нибудь и всё спокойно не обдумает. Он укрылся в кладовой в конце одного из коридоров среди поломанной мебели и кип отчётов. Он был в мемориальном крыле Чейни, хотя и не знал этого. Семиэтажная махина была выстроена на деньги миллионера Фрэнка Чейни его собственной строительной фирмой. Они использовали второсортные строительные материалы и дырявые трубы. Почему Чейни и стал миллионером? И крыло уже разваливалось. Забившись в какую-то щель, Чарли сел на пол и уставился на свою правую руку. «Ну?» Рука молчала. «Не прикидывайся, я тебя раскусил». Она по-прежнему покоилась у него на коленях, невинная, как дитя. «Ты пыталась меня убить?» — обвинял он её. Рука чуть открылась, как бы отвечая. «Может, снова попробуешь?» Она зашевелила пальцами, как пианист, играющий соло. «Да», — говорили эти пальцы, «когда угодно». «Я ведь даже не могу помешать тебе, верно? Рано или поздно ты до меня доберёшься. Не просить же кого-то присматривать за мной до конца жизни». «И что мне остаётся, я тебя спрашиваю?» «Умереть?» Рука чуть сомкнулась, бугорки ладони сложились в утвердительную ухмылку. «Да, дурачок, это единственное, что тебе остаётся». «Ты убила Эллен». «Да», — улыбнулась рука. «Ты отрезала мою другую руку, чтобы она могла удрать? Я прав?» «Прав. Я видел, я видел, как она убегала. А теперь ты хочешь сделать то же самое?» «Точно». «Ты не оставишь меня в покое, пока не освободишься, так ведь?» «Так». «Ну вот мы понимаем друг друга. Я хочу договориться с тобой». Рука подобралась поближе к его лицу, вцепившись в пижаму. «Я освобожу тебя», — сказал он. Теперь она была на его шее, сжимая её не сильно, но достаточно, чтобы вызвать дрожь. «Я найду способ, обещаю. Хоть гильотину, хоть скальпель, всё равно». Теперь она ласкалась к нему, как кошка. «Но я сделаю это сам, когда захочу. Потому что если ты убьёшь меня, ты не выживешь. Тебя закопают, как закопали руки отца». Рука вцепилась в угол стола. «Так мы договорились?» Но рука не ответила. Внезапно она утратила всякий интерес к их сделке. Если у неё был нос, то она вынюхивала им воздух. Что-то изменилось. Чарли неуклюже встал и подошёл к окну. Стекло потемнело от пыли и птичьих экскрементов, но он мог разглядеть сад внизу. Этот сад тоже был частью завещания миллионера. Он должен был символизировать его хороший вкус, как само здание его прагматизм. Но когда крыло пришло в запустение, сад тоже зачах. Только газоны ещё подстригали слабая видимость заботы. Сад был пуст. Кроме одного человека, видимо, доктора. Но рука Чарли упорно скребла стекло, пытаясь выбраться наружу. Что-то было там, внизу, в траве. «Хочешь наружу?» Рука начала ритмично колотить в стекло сигнал для невидимой армии. Он стоял, не зная, что делать. Если он попытается оторвать её, она может опять начать его душить. А если подчиниться и выйти в сад, то что он там увидит? Но разве у него есть выбор? «Ладно», — сказал он, — «пошли». В коридоре царила паника, и на него никто не обращал внимания, хотя он был босой и в пижаме. Звонили звонки, через громкоговорители вызывали врачей, люди сновали между моргом и туалетом. Все говорили о чудовищных событиях в общежитии. Десятки молодых людей без рук. Чарли шёл слишком быстро, чтобы расслышать, о чём они говорят. Он сразу нашёл, куда идти, рука ввела его. Он прошёл указатель в мемориальный сад Эв Чейни и вышел в длинный коридор с дверью в дальнем конце. Снаружи было очень тихо. Ни одной птицы на деревьях, ни одной пчелы на цветах. Даже доктор, которого он видел в окно, ушёл, наверное, к своим пациентам. Рука Чарли просто взбесилась. Пот капал с неё на траву, а вся кровь отхлынула так, что она стала мертвенно-бледной. Это была уже не его рука, а совсем другое существо, с которым он, по несчастному капризу анатомии, был соединён. Трава под ногами была влажной и холодной. Было ещё только полседьмого утра. Птицы, быть может, ещё спали, и пчёлы тоже. Быть может, в этом саду и нечего бояться. Быть может, его рука ошиблась. Тут он заметил следы доктора, тёмной на серебристо-зелёной траве. Вокруг них была кровь. И вели они только в одну сторону. Босвуэлл, находясь в коме, не чувствовал ничего и был рад этому. Появилась была мысль о том, что пора просыпаться, но тут же исчезла. Босвуэлл не хотел просыпаться, не хотел приходить в себя. Никогда. Он во сне смутно чувствовал, что ждёт его при пробуждении. Чарли посмотрел на деревья. На них росли какие-то странные плоды. Один из них был человеком, тот самый доктор. Его шея зажата в развилке ветвей, руки заканчивались круглыми обрубками, всё ещё ронявшими на траву тяжёлые красные капли. Над ним повисли другие, ещё более жуткие плоды. Руки. Сотни рук, колышущихся туда-сюда, как некий парламент, обсуждающий тактику реформ. Их вид убивал всякие метафоры, они были тем, чем были — человеческими руками. В этом и заключался весь ужас. Чарли хотел бежать, но рука не пустила его. Это были её ученики. Её паства. Они ждали её. Чарли посмотрел на мёртвого доктора, на его убийц и подумал об Эллен. А его Эллен безвинно убитый этими вот руками и уже остывший. Они заплатят за это. Все заплатят. Пока остаток его тела повинуется ему, он заставит их заплатить. Было глупостью договариваться с этой тварью на конце его запястья. Теперь он понял это. Это чума. Они не должны жить. Армия заметила его. Шорох прошёл по рядам, как пожар. Они спешили приветствовать Мессию, сползая по стволу или просто падая вниз, как гнилые яблоки. Ещё немного, и они доберутся до него. Теперь или никогда. Он отвернулся от дерева, прежде чем рука успела схватиться за ветку, и посмотрел на крыло памяти Чейни. Оно возвышалось перед ним, двери были закрыты, окна зашторены. Сзади зашуршала трава под бесчисленными пальцами. Они спешили к своему вождю. Они придут туда, где будет он. Это было ясно. Может, на этой их слабости можно сыграть? Он снова посмотрел на здание и увидел то, что искал. Лестницу, зигзагом поднимающуюся до самой крыши. Он помчался туда с удивившей его самого скоростью. Оглядываться не было времени. Через несколько шагов взбешённая правая рука добралась до его шеи, но он не остановился. Добежав до лестницы, он начал подниматься, перескакивая через ступеньки. Без рук взбираться наверх было трудно. Но если он и упадёт, то что с того? Ведь это только его тело. Только на третьем пролёте он осмелился взглянуть вниз. У подножья лестницы расцвёл ковёр цветов из плоти, и они уже лезли наверх, протягивая к нему жаждущие пальцы. «Пусть лезут, ублюдки! Я это начал, я это и закончу!» В окнах крылочей не появились испуганные лица. С нижних этажей слышались панические крики. Поздно рассказывать им историю его жизни. Может, потом они смогут понять всё сами. Может, даже они найдут объяснение, которое не нашёл он, хотя он в этом сомневался. Четвёртый этаж. Правая продолжала сжимать его шею. Может быть, это кровь, но, скорее всего, дождь. Тёплый дождь, орошающий его грудь и ноги. Ещё два этажа, потом крыша. За ним гудело железо, звук сотен пальцев, карабкающихся вверх. До крыши оставалось всего с десяток шагов, и он посмотрел вниз ещё раз. Лестница была усеяна руками, как цветок тлёй. Нет, это опять метафора. Хватит. Чарли перебрался через парапет и ступил на засыпанную гравием крышу. Вокруг валялись дохлые голуби, ведро с чем-то зелёным, куски бетона. Пока он смотрел на всё это, первые ряды армии уже забрались на парапет, размахивая пальцами. Боль в горле отозвалась в мозгу, когда предательская рука нащупала гортань. Из последних сил он пересёк крышу, нужно падать прямо вниз на бетон. Внезапно силы оставили его. Ноги стали ватными, в голову полезла всякая чепуха. Он вспомнил буддийский Каан. «Как звучит хлопок!» начал он, но не смог закончить. «Как звучит хлопок!» Забыв продолжение, он приказал своим ногам сделать шаг, затем ещё один. Он чуть не споткнулся на противоположной стороне крыши и посмотрел вниз. Да, отсюда он упадёт. Прямо вниз. На пустую автостоянку напротив здания. Он наклонился, видя, как капли его крови летят вниз. «Я иду», — сказал он тяготению, и Эллен, и подумал, как приятно умереть и никогда уже не чувствовать ни зубной боли, ни нытья в спине, ни как мимо по улице проходит красотка, которую ему никогда не поцеловать. Внезапно одна из рук достигла его ног и полезла вверх, дрожа от нетерпения. «Идите», — сказал он им, когда они облепили его с головы до ног. «Идите за мной всюду, куда я не пойду». «Как звучит хлопок». Фраза вертелась у него на кончике языка. И тут он вспомнил. «Как звучит хлопок одной ладони». Было так приятно выудить что-то забытое из глубины сознания, как найти какую-нибудь давно потерянную вещь. Это скрасило последние мгновения его жизни. Он бросил себя в пустоту и падал, пока его мысли внезапно не оборвались. Руки дождем посыпались за ним, разбиваясь о бетон волна за волной, умирая рядом со своим мессией. Для пациентов и врачей, столпившихся у окон, вся эта сцена казалась скорее забавной, чем страшной. Что-то вроде дождя из лягушек. Продолжалось это недолго, и через пару минут самые храбрые отправились посмотреть, что случилось. Никто так и не понял этого. Руки собрали, рассортировали и складировали для дальнейшего исследования. Кое для кого случившееся стало поводом для молитв и бессонных ночей. Другие восприняли это просто как маленькую репетицию апокалипсиса. Еще одну в этом мире. Босвал очнулся в больнице. Он потянулся к кнопке звонка и нажал ее, но никто не отозвался. Кто-то был в комнате, прятался за ширмой в углу. Он слышал, как тот шаркает ногами. Он снова позвонил, но звонки надрывались по всему зданию, и никто не отвечал на них. Цепляясь за полку, он подполз к краю кровати, чтобы получше рассмотреть непрошенного гостя. «Выходи», пробормотал он пересохшими губами. «Выходи, я знаю, что ты здесь». Он подполз ближе и только тут окончательно понял, что у него нет ног. Было поздно. Потеряв равновесие, он упал, закрыв голову руками. Лежа на полу, он попытался осмотреться. Что же случилось? Где его ноги во имя Господа? Его налитые кровью глаза обшаривали комнату и, наконец, уткнулись в босые ноги в ярде от его носа. На лодыжках были привязаны бирки. Это были его ноги, отрезанные поездом, но все еще живые. В первый момент ему показалось, что они хотят напасть на него, но они повернулись и заковыляли к выходу. Видя это, он подумал, не собираются ли его глаза вылезти из глазниц язык изо рта и каждая часть его тела не намеревается ли она каким-либо образом предать его. Все его тело связывалось только непорочным союзом его членов, который мог распасться в любую минуту. Когда ему ждать следующего восстания? С сердцем, подступившим к горлу, он ожидал падения империи. Редактор субтитров А.Семкин